Всем привет! Вы смотрите канал Паяльник ТВ. И сегодня у нас набор от отечественной компании Микроника. Это вариант номер 24, крона 9 вольт, из элемента питания 2А, полтора вольта. Ну, как я понимаю, здесь можно и Т, а просто набор стандартный. Ну, полтора вольта, понятно, из полутора получаем 9. Описано, что и как у нас здесь. Состав набора входит. Транзистор КТ-315, печатная плата, каркас импульсного трансформатора с ферритовым магнитопроводом, провод ПТВ для обмоток трансформатора, резистор, резисторы, выпрямительный диод шотки 1Н50. 5819, стабилитрон, конденсатор электролитический, разъём питания крона, схема и описание. Насколько я вижу, визуально здесь всё это присутствует. Давайте же откроем наш блистерный вариант. И, как видно, опять у меня это не очень хорошо получается. Итак, здесь у нас конденсаторы электролитические, резисторы, диоды, КТ-315Г, как вы можете видеть, провода для подключения батареек тех же самых, намоточный провод, провод, платка. Платка тут достаточно качественная, стекло текстолит, тут даже есть маркировки, все, что нам нужны будут. Тоже прикольно. Вот здесь подписано, что здесь 9 вольт, а здесь у нас должно быть 1,5 вольта сюда подключаться. Тут даже подписано обмотки, 1,2 и 3. То есть, всё у нас шик и блеск. Вот он сам у нас. Типа как трансформатор и держатель для кроны. Итак, это у нас вариант 0,24 бумажка. И самое полное описание всегда находится внутри. Это у нас показывает выводы обмоток, которые как раз-таки показаны с обратной стороны платы. Вот здесь как раз-таки расположение элементов на плате показано. Здесь у нас стабилитрон, где у нас анод, где у нас катод. И это преобразователь уже в собранном виде. То есть, как видим, преобразователь у нас достаточно небольшой получается. И вот здесь полное содержание набора. Более полное. Стабилитрон 10 вольтовый, конденсатор 10 микрофарад, резистор R1, R2, 100 Ом. Также расписаны цветовые кольца. Разъём крона, каркас трансформатора с магнитопроводом. Провод для обмоток ПТВ. Как я уже показывал, он здесь в комплекте. Он здесь, скажем так, запаян. И как выглядит диод 1Н58-19, как его расположение. Цикалёвка КТ-315 с обеих сторон. И здесь предупреждение, что соблюдать полярность при подключении источника питания. Цикалёвку при установке в плату резисторов диода стабилитрона электролитического конденсатора. Чёрный провод разъёма крона в данном случае будет плюсом. Ну, это в том плане, что мы чёрный разъём подключаем к плюсу. Где он здесь? И получается, что... Как сказать, сейчас я найду крону. Вот. Итак, смотрите. На кроне у нас здесь шестигранный. Шестигранный – это минус, а, скажем так, круглый – это у нас плюс. И чтобы здесь соблюсти так же, чтобы у нас вот этот коннектор – это была та же крона, нам нужно чёрный провод подключать к плюсу, а красный – к минусу, чтобы у нас как раз-таки вот это было минусом, а это было плюсом, как на стандартной кроне, если вы будете подключать за место кроны. Вот. Если же вы будете просто провода мне подключать, то стандартно тут на платье попутать, думаю, будет достаточно сложно, потому что здесь это подписано, что 9 вольт здесь плюс, а здесь у нас минус. Вот. Далее у нас здесь описание, т.е. крона 9 вольт, из элемента 2А 1.5 вольта, 0.24. И, как можете видеть, можете остановить, почитать. Здесь у нас схема, по которой мы будем собирать. Здесь, как видите, написано, что первая обмотка – это у нас 3 витка, вторая обмотка – это у нас 6 витков, а третья обмотка – это 34 витка. Так как здесь мотается всё одним и тем же проводом, это будет делать достаточно просто. Вот. Опять-таки, разложу. Можете почитать. Всё достаточно интересно. Ну что же, давайте соберём и проверим, как же это у нас работать будет. И вообще, посмотрим, что из себя представляет данный набор уже в собранном, конечном варианте. Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, вот мы и собрали наш вариант номер 24 от компании Микроника, крона из элемента питания 2А. Ну, в любом случае, не только 2А, но и любая полуторавольтовая батарейка, скажем так. Я уже за кадром проверил. Выдаёт она не совсем 9 вольт, выдаёт она немного больше. И сейчас я постараюсь это показать. Возьмём наш мультиметр, который мы собирали в одном из предыдущих роликов. Зайдите обязательно, посмотрите. Как мы помним, было написано, что к плюсу мы подключаем чёрный, чтобы подключать напрямую к устройству. Если мы помним, то у кроны плюсовой вывод – это круглый, минусовой – это, скажем так, шестигранник. Здесь всё то же самое. То есть, плюсовой у нас этот, минусовой этот, чтобы была совместимость полностью с кроной. Конечно, не очень удобно, что без отсека для батарейки, но набор подразумевает собой удешевлённый вариант блистерный. И так, смотрим. Сейчас подключу ещё аккуратненько. Раз, два. Вам не видно. Сейчас. Как видим, 10 вольт. Ну, это, возможно, я что-то с обмотками наподточил при сборке. Ну, думаю, 10 вольт будет не сильно критично для питания, допустим, таких устройств, как данный мультиметр. О чём, кстати говоря, сейчас и хотел бы провести вид. Скажем так, я уже открутил сзади два крепежных болта. Скрываем, видим внутренности того, что мы собирали уже. И подключаем, как я уже говорил, напрямую к мультиметру. Переведём его в режим, допустим, опа, это было остаточное. Тех же, допустим, 20 вольт постоянного напряжения. И попробуем сейчас на него подать питание, при этом не спалив его. и, как видим, у нас всё работает. То есть, данный мультиметр, допустим, более, конечно, дорогий. Я поставил что-нибудь более проверенное и, допустим, что-нибудь поменьше, потому что это, к сожалению, не поместится в разъём для крона. Но здесь, как мы видим, всё у нас на трансформаторе сделано, то есть, никаких импульсных, никаких микросхем. Всё на дискретных элементах. То есть, абсолютно всё. Здесь диоды, стабилитрон. Или диод, я уже, да, помню диод, стабилитрон. Я точно не помню. Сейчас посмотрю по схеме. Так, это у нас... Это у нас... Стабилитрон 10-ти вольтовый. Ну, вот как раз-таки 10 вольт он нам и стабилизирует. Ну, и, как видим, у нас работает полностью во всех диапазонах. То есть, в принципе, если вам не важен вид устройства, то можно на него, допустим, с помощью двухсторонней клейкой ленты, либо скотча, ну, скотч это уже будет не сильно презентабельно, конечно, примотать данный приборчик, заизолировать его и использовать полуторавольтовые батарейки вместо кроны. Потому что кроны сейчас покупать постоянно тоже не вариант. Они, по крайней мере, у меня быстро разряжаются, потому что измерительными приборами пользуюсь достаточно часто. И есть некая затруднительность постоянно покупать эти кроны. А, данный наборчик и, скажем так, данный приборчик позволяет решить эту проблему. То есть, питаем от одной обычной полуторавольтовой батарейки. Сейчас, вот, локалиновой полутора вольта. Ну, о данном наборе я могу сказать одно. Набор вообще шикарный. Собирается достаточно просто. И, ну, не требует усилий для настройки. Потому что настраивать не надо. Работает сразу, скажем так, из коробки. Ну, в том плане, что спаяли и работает. Никакой настройки делать не нужно. Единственное, что, возможно, придётся с витками поиграться. Ну, либо там стабилитром, в принципе, можно поменять, чтобы было ровно 9 вольт. Ну, что ж, а за всем всё. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за потраченное время. Подписывайтесь на канал Паяльник ТВ. Ставьте лайки, пишите комментарии. А также оставляйте свои комментарии о том, что бы вы хотели видеть на нашем канале. Заходите в группу. Там как раз-таки создана тема специально для хотелок, которые вы бы хотели видеть на нашем канале. Пока-пока!